Сегодня я решила сделать пецвыпуск о такой профессии, как дизайнер интерьера в архитектор. Сегодня мебель приносит деньги или нет? С интернетом было туго, совсем было туго, это было объявление в газете. Она как кашалот какой-то, она все так как в топку, все деньги уходили в нее. А сколько сейчас у тебя дизайн стоишь? Я такая, а он такой, это все он. Нормальные люди так бы не делали. Даже себе мы не смогли сэкономить во многих моментах, пиар мне не интересен. Ты заработала денег с этого? Шел мальчик на каблуках, ну мало ли кто ходит на каблуках, от 10 тысяч долларов. Это боль с души или желание денег? Всем привет, друзья! Настроение замечательное, несмотря на то, что на улице похолодало, в душе весна. И кстати не только в душе, но и вокруг меня я продолжаю радоваться своим интерьером, и очень много вопросов ко мне поступало по поводу вот этих вот шикарных кресел, потому что почему-то говорят, почему не знакомишь с людьми, которые делают такую красоту. Вы знаете, я крайне горда вообще тому, что, как оказалось, в нашей стране, наверное, вот знаете, говорят, нет лихо без добра, после того, как начался полный бардак и беспредел, очень много появилось классных местных производителей, и не просто местных, о тех, которые начали прославлять нас по всему миру. И сегодня я решила сделать спецвыпуск. Спецвыпуск о такой профессии, как дизайнер интерьера, архитектор, потому что вы помните, что у нас была участница в бизнес-шоу Татьяна, которая, ну никак не могла нормально зарабатывать. Как мало на этом зарабатывать, все знают. А как зарабатывать много? Как сделать так, чтобы твои интерьеры были по всему миру, в Лондоне, в США, в столице США, в Нью-Йорке, в Англии? Как вообще украинскому дизайнеру можно продвигаться? И вы знаете, что украинский дизайнер, к которому мы сегодня поедем, это Виктория Якуша, она настолько хотела прославлять не только дизайном, но еще как-то этот дизайн нести больше, что начала создавать мебель. И вот эти вот, например, чудесные кресла и безумный диван, который стоит у меня в комнате, ее рук делал. Кстати, вот эти шикарные люстры, которые тоже сделаны из керамики, там безумные. Сегодня мы обязательно посмотрим, узнаем, как все это делается. Именно то, что она взяла как часть нашей культуры украинской и понесла по миру. На сегодняшний день она ездит по различным европейским выставкам и представляет нашу мебель, делает так, что нас покупают по миру и узнают украинский дизайн. Честно говоря, для меня это что-то сверхъестественное, потому что не такая богатая Украина, безумные цены на всех этих выставках, как это продавать другим людям, как делать дорогие классные интерьеры. У меня масса вопросов к Виктории, и мы сегодня отправимся к ней в ее большой офис, узнаем вообще, как этот бизнес строится, как сегодня дизайнером себя продвигать, как участвовать во всех этих выставках, как находить этих клиентов безумных по всему миру. В общем, как делать то, что тебе нравится, и зарабатывать на этом деньги. Я вся в предвкушении нетерпении, и я поехала. Слушай, ну хорошо, мы хоть на островах не живем, а то где бы я соболя-то выгуливала. Так, ну что, пошли, будем искать. Так, что там написано? Надеюсь, меня током не ударит. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Вика. Я уже сделала предисловие, рассказала о том, кто ты, каким образом появилась в моей жизни, в моем офисе, и тебе большая благодарность огромнейшая. Мы всем нашим партнерам дарили такие вот дипломы с благодарностью, вот любовь навеки. Спасибо тебе большое за то, что ты откликнулась, за то, что твоя шикарная мебель, твои невероятные лампы каждый день нас радуют, вызывают массу восторга у всех, кто появляется. Так, ну я принесла тебе свою книгу, я не знаю, есть ли она у тебя, но не могла с ней не прийти. Вика, расскажи, пожалуйста, все-таки о том вообще о себе, о себе как о дизайнере, о себе как о человеке, который вот это все натворил, потому что мы знаем много историй о том, что дизайнеры нынче это люди, которым сложно достается работа, которые за все сражаются, да, у нас была участница в бизнес-шоу, которая вот активно пыталась там повысить свой ценник, и тут совершенно другая история. Тут у тебя развитие мебели, Европа, Америка, все тебя любят, все тебя хотят. Не знаю, но сейчас все ли меня любят? Это не обязательно, чтобы любили прям так сильно, но ты востребованный дизайнер, расскажи нам немножко, а лучше множко, как это вообще все у тебя началось и как это у тебя получилось? Ну, я еще начала работать на третьем курсе академии, собственно, мне всегда хотелось быстро все делать, то есть мне нужна была практика, поэтому на третьем курсе в институте я уже сделала свой первый ресторан 600 квадратов, это был, конечно, полный вообще трэш, это был... Кто тебе дал ресторан 600 квадратов? Кто был ненормальный человек, кто дал новичку? Ну, я, во-первых, очень хотела, во-вторых, как бы это было, ну, это же было достаточно давно, но с интернетом было туго, совсем было туго, это было объявление в газете. И ты была еще дизайнера, да? Ну, нет, ну, типа такого, да, там, типа, оказываю услуги, естественно, что я умела, да я особо ничего-то не умела. Ты дала свое объявление, что ты оказываешь услуги дизайнера... Классно, это если вы не знаете, как найти себе ресторан 600 квадратных метров, пожалуйста, газета. Но дело в том, что это было, я не помню, 2000-й, что ли, или там, 2002-й год, то есть интернета не было, не было у кого спросить. То есть, грубо говоря, даже вот мы, я начала делать чертежи, и мне не у кого было поучиться, потому что преподаватели, это же совсем другая история, они... Теоретики. Термех, конструкция, а что делать с дизайном, никто не знал, какие узлы и все остальное. Но это было, конечно, очень сложно, и первыми учителями у меня были клиенты, которые, собственно, мне, когда я принесла кучу своих супер эскизов, они такие сказали, и я такая пришла, говорю, деньги. Правильно, с чего еще начинать? Ну, то есть, я же уже много всего нарисовала. Ну, конечно. А они такие смотрели, такие говорят, за это? Типа, за что? То есть, меня так неплохо присадили. Ну, я очень самокритично, быстро учусь, я все быстро поняла и стала быстрее работать, и, конечно, это было сложно, вот. Но характер у меня был с самого начала такой, что я всех строила, я говорила, нет, будет так, будет так. То есть, я была уверена в своей идее настолько. Прости, а вот тот дизайн, который ты сделала, он пошел в работу? Да, мы его реализовали, но это такое вообще. Из разряда на сегодняшний день антидизайн полный. Но я строителям говорила, нет, надо так. Они говорили, так не получится, нет, так не получится. То есть, я свою вот эту упертость. В общем, доходило до смешного, что я там рисовала на полу арку. Все вокруг, ну, конечно, я молоденькая девочка, все вокруг мужики такие стали, побросали свою работу, такие стоят и подшучивают, что типа так не получится. А я всем упорно доказываю, на карачках рисую. Это же очень весело. Да, собственно, это мне тоже сыграло свою роль, потому что потом уже эти же строители меня и советовали. Причем советуя другому клиенту, они мне говорили, ее надо слушаться. То есть, это как бы и так пошло, в общем-то. То есть, с самого начала ты приучила клиента, что тебя надо слушаться. Да, потому что у меня было свое видение. Я в это, я в очень это верила. И я отстаивала свою позицию. Это очень важно, потому что, мне кажется, большинство архитекторов, дизайнеров обламываются на том, что они разрешают своему клиенту испортить проект, наверное. Ну, конечно. А ты не даешь это сделать. Ну, с каждым годом, скажем так, чем выше уровень, чем выше клиента. Соответственно, уровень клиентов, которые тебе не совсем могут дать, тоже сложнее. То есть, это иногда приходится очень считывать, где-то уступить, чтобы потом сделать. Дай сразу пару советов начинающим людям. Те, кто хотят, чтобы все-таки их дизайны покупали, но пока не могут научиться давать клиенту отпор. Каким образом это делать? Как сражаться за свой проект? Ну, это должна быть очень четкая аргументация. То есть, ты должен слушать клиента. Для него, то есть, понимать, что для него важно. Деньги, идея, мнение соседа, мнение жены. То есть, понять его мотив и как бы на это делать упор, аргументировать свои решения максимально. Окей, хорошо. Что происходило дальше? Ты заработала денег с этого проекта, с ресторана? Да, я даже заработала денег. Ну, немного, но заработала. Хорошо. Как дальше шло твое развитие? Дальше я еще что-то сделала, но уже помельче, какую-то квартиру. А потом так сложилось, что я поехала в Францию учиться по обмену, и этот год у меня выпал. А потом, когда я вернулась и уже заканчивала институт, я подумала, что, наверное, у меня мало опыта, и я пойду наберусь опыта. И я пошла работать в одну студию. Я там проработала ровно полгода, и я забеременела. И они попросили меня там забрать документы. В общем, мне так поступили, очень некрасиво. И слава богу, я безумно благодарна. Благодаря этому поступку, я набралась опыта много. Решила больше не возвращаться. Хотя, конечно, они меня возвращали. И сделала свои выводы, и больше я ни на кого никуда не работала. И после того, как я уже родила, я сразу же стала делать объекты, набирать команды и так далее. А где брала объекты? Каким образом это происходило? Ну вот, в принципе, больше никак это не происходило. После этого все время меня каким-то образом рекомендовали. То есть уже я сделала на тот момент, там, мне порекомендовали строители. Я сделала одной очень влиятельной женщине. Ей очень понравилось. Она дала свой второй объект. Ну вот как-то она так и началась. Смотри, получается, что ты вообще никак не продвигаешься. То есть тебя продвигают твои работы, твои клиенты. Да. А сколько сейчас у тебя дизайн стоит? От 50 до 100. В зависимости от... 50-100 долларов за квадратный метр. Ну, я, честно говоря, думал больше. В какой момент... Ну, то есть очень понятный алгоритм. Вот мы сейчас видим, если мы, например, с Татьяной будем сравнивать, да? Да, да. Ну, нам сейчас надо все равно с кем-то сравнивать. Мы видим, что на низком уровне проблема все-таки давать рекламу, контекстная реклама, мелкие клиенты. Или прораб приводит клиентов, но по очень маленькой стоимости с ним нужно делиться. Или если ты попадаешь в правильную струю и делаешь классные проекты, и, как мы видим, ты запомнилась, в общем-то, тем, что ты сражаешься за свой проект, и тебя надо слушать. У меня были очень смешные случаи. У меня были случаи, когда клиенты... Был такой случай. Один из любимых моих клиентов, я ему сделал 4 объекта. Он так хотел сэкономить. Но он понимал, что вот... Он понимал, что это мелочность. И вот он как бы понимал, но вот так хотел. Вот у него такая натура. И мы утвердили с ним барную стойку. Она вышла очень дорого. Он сказал, да-да-да, будем делать, будем делать, будем делать. И хотел сэкономить. И такой приходит на стройку. И говорит, старый, так, все быстро, быстро зашивай с гипсокартоном. Быстро зашивай, она сейчас придет, а мы скажем, что это ты. Прихожу я. Я такая, ааа! А он такой, все, это все он. Но ты отстояла, не дала гипсокартон. То есть он понимал, что он не прав, но он рассчитывал, что когда все сделают, он скажет, что ну мы же сделали, ну витулечка, ну все, все, все. Но витулечка не разрешила. Ну потому, он понимал, да, что я права, и, конечно, такое бывает, да. Слушай, ну это круто очень. Мне кажется, да, это очень хорошее качество. Вообще вот работая с кем-то дорогим. Ну вообще работая с клиентом, очень важно с любым клиентом показывать свой стержень. Да, тогда ты, да, какие-то могут отваливаться клиенты, но твои будут с тобой и будут тебя рекомендовать. Это самое главное, мне кажется. Чем бы ты не занимался, а не прогибаться. Ну вот сейчас понял, очень правильная была тактика с самого начала. Наверное, скорость Сергей меня выгонит из дома, потому что в последнее время я все деньги стала сливать прямо, прямо с телефончика, потому что делаю много покупок в интернете, и это очень удобно, и тем более, когда есть сейчас столько скидок и очень классных сервисов. Сегодня я себе заказала целых пять новых пар обуви, но радуюсь, потому что нашла очень классный сервис с кэшбэком. Вы такое, наверное, уже слышали. Называется SmartySale. Сервис, который позволяет нам экономить на различных интернет-покупках. Как это вообще устроено? Мы через сайт заходим и, в общем-то, попадаем и видим список большой магазинов в разных городах-странах, где бы вы ни находились, в общем-то, вы можете выбрать свою страну. Имеется более 1100 магазинов, мои любимые здесь есть, и я, собственно, прихожу и начинаю здесь покупать. Что приятно, когда я покупаю, то мне на карту автоматически возвращается часть тех средств, которые я потратила. Очень часто на этом сервисе, что мне особенно нравится, есть какие-то акции, где есть двойной кэшбэк. То есть вообще как бы очень классно. И что супер, я могу вывести деньги себе на карту любым удобным способом, очень быстро или перевод какой-то сделать. То есть мне не нужно ждать, копить, когда что-то. Но у меня, конечно, ничего не копится. У меня то, что сохранилось, покупается новая пара обуви. Поэтому это прикольно. И, кстати, я взяла и сделала ссылки всем своим подружкам. Ну, типа, я такая хорошая, говорю, классный сервис, и это ведь правда. Но теперь, когда покупают мои подруги, мне тоже денежки начисляются. Ну, скажите, перед Новым годом шопинг вообще просто сказка. Все покупают подарки, а денежки тебе. Ты покупаешь подарки, а денежки тебе. Ну, просто рай для женщины. Смарти сейл. Обязательно зайдите и посмотрите. Мне лично очень нравится. Ну, я продолжу, если вы не против. Так, ну, давай, показывай нам все, рассказывай. Это у нас прекрасная Юлечка наша. А чего вы ее так туда... А, чтобы она видела всех, кто входит и выходит. Это же мы с ней тут с этой стороны, ее надо с той стороны смотреть. Это вот Алиса, наш привет, дизайнер Алиса. Привет. Она как раз обрабатывает... В стране чудес. Кстати, страну чудес она себя сама обесцвечивает. Ой, смотри, какой красивый, оранжевенький еще. Это наш самый первый, это прототип, который мы пробовали и искали форму. Да, классный цвет такой красивый. Это его природный цвет, потому что... Там эко-клей, он имеет такой как раз оттенок. Вообще такой красивый цвет, очень нравится. Это вот наши ребята. Слушай, какие красивые у него на этом, на мониторе. И сразу видно, что-то чертит. Сережа, Влад, Таня. Привет. Так, а что вы чертите? Это что такое, проект какой-то? Интери... Не, ну это понятно, в черточку, что ты делаешь. Просто делаешь видимость работы? Нет. Да, у нас так умеют делать мальчики. Нет, это вот 3D Max, пространство, он как раз тут в объеме делает. Это вот санузел делаем в один из домов, можно как раз увидеть. Впрочем, если вы попадете в дом, где будет этот санузел, то знаете, чьи круг это дело. Да, ясно, слушай, классно, я не видела никогда в программах так. Круто. Так, а это у нас... Да, это вот тут наше пространство Явсэр Свет, где мы встречаем гостей, всякие мастер-классы, лекции. Более того, это, кстати, можно доубираться. У нас проектор, который может на полу, можно даже отобразить план один к одному. Скажи мне, пожалуйста, когда ты начала превращаться уже в студию, да? Потому что, ну, одно дело, ты работаешь сама на себя, там что-то, а другое дело, ты вот, ну, здесь у нас, да, там 200 квадратов уже людей, которые работают. Как это произошло, за какое время и что позволило это сделать? Ну, это произошло достаточно быстро. Я просто сама по себе очень рисковая. Я как бы не особо думаю, я делаю. Ну, то есть, как бы я хочу, потом делаю. Если я буду продумывать все шаги наперед, ну, вот это как я двигаюсь, да, то я, скорее всего, забоюсь, я не буду делать, потому что нормальные люди так бы не делали. Я просто поэтому двигаюсь. Поэтому студию я создала практически, ну, вот сразу после того, как я родила, через полгода, ну, после того, как я родила первого ребенка, сразу через полгода. То есть, все. Как это выглядело? Это офис, взятый в кредит на тот момент, и было пару человек, два человека на тот момент был, один чертил, один визуализировал, ну, так это выглядело. То есть, каких-то инвестиций ты не привлекала, какие-то деньги, которые у тебя были в заначке или еще, то есть, денег, ты развивалась на свои деньги, которые зарабатываешь. Да. Ну, это тоже очень крутой момент, потому что многим тоже в это не верится, когда... А как ты считаешь вообще, какие преимущества в том, когда ты развиваешься на свои деньги? Ведь наверняка хотелось бы, да, чтобы, эх, вкинул бы кто-то сейчас в меня, вот. Какие преимущества? Ну, мне сложно сказать, у меня же нет опыта, но я думаю, что основное преимущество, что ты никому не должен. По-моему, это для меня лично очень важно. А были моменты, когда тебе хотелось, ну, чтобы привлечь какого-то инвестора, какого-то партнера, чтобы кто-то дал денег? Или не было таких соблазнов? То есть, всегда хватало своих денег? Не было такого, ну, вот, когда, там, ты берешь в аренду большое помещение, нужно сделать ремонт, там, или ты запускаешь мебель в производство? Ну, вот, у меня как-то так, я верю в то, что если я чего-то хочу, то это так и произойдет. То есть, я просто беру и делаю, и откуда-то подтягиваются деньги. То есть, настолько сильное желание, что оно происходит. Очень похоже. Очень-очень-очень. Очень не похоже. Так, расскажи нам тогда про следующий момент, это мебель, да? Как она вообще появилась в твоей жизни? Ну, была ты замечательным дизайнером, архитектором, все прекрасно, и тут вдруг, бах, тебе захотелось мебель. Ну, это случай же, связанный с 2014, с этими событиями в Украине, и мне настолько было больно, мне настолько было неприятно, я понимала, ну, что я могу сделать? Я же не пойду там воевать. Это от меня толку никакого. И мне очень было неприятно именно тот фанк, что нас считают страной третьего мира. И я в какой-то момент для себя поняла, что я хочу это изменить со своей вот стороны, насколько я это могу. И я подумала, ну, сделаю я дизайн или сделаю архитектуру, но вряд ли это что-то как-то изменит. А вот если я так думаю, сделаю мебель, которая бы была по всему миру, с украинскими какими-то мотивами, повыше узнаваемость и как бы поменяю отношения. И просто вот оно как-то во мне родилось, я начала это делать из-за один с одним предметом. Вообще-то вначале был стул, и я очень долго, года два, не понимала вообще, что мне с этим делать. Ну, вот придумала, и что? У меня были мысли, как дизайнеры royalty получают, то есть они рисуют для фабрики, получают royalty. Но никто же не будет продвигать украинские корни эти там все. Ну, нет. А свою фабрику, файна вообще поначалу, она просто как, она как кошелот какой-то, она все, так как в топку, все деньги уходили в нее. Это очень много инвестиций. То есть ты брала деньги, которые вы зарабатывали с дизайна, и бросовала в это? Да. И я причем не совсем понимала, зачем я это делаю. То есть это такой момент, я еще как бы очень привыкла все доводить до конца, и я понимала, что раз я уже начала, и раз как бы оно во мне родилось, то надо как бы это привести в какое-то чувство, нельзя так взять и бросить. И поэтому первые два года это вообще-то реально было. И выставки, и все же производство, это все за собственный счет, и все попытки, и всем скульпторам, которые каждый, ой, не получилось, а не получилось за чей счет, за мой не получилось счет, ну и так далее. Поэтому это было вот именно так, это и начиналось. Это сейчас уже как бы ситуация поменялась, когда уже все, это уже как бы состоявшийся бренд, когда он уже дает отдачу. Смотри, ты участвовала в зарубежных выставках, сколько обходится участие в выставке нормальной? Где-нибудь там во Франции, где ты участвовала? Ну, со всей логистикой, со всем это, ну мы выбрали небольшие очень как бы площади. От 10 тысяч долларов это обходится. А какая площадь? Площадь у нас 8 квадратов, но я сказала уже цифру с логистикой. С логистикой, с поездками? Да, да, то есть смотря что ты туда везешь, какая команда. Я еще думал больше. Нет, от 10 это так, если ты там все продумал, то есть от 10 до 30 это может стоить, если небольшая площадь. Одно участие. Да. Что это дает тебе именно с точки зрения продаж? Какие возможности для продвижения? Ну на самом деле выставки, это для продаж не самая эффективная штука, это больше штука для понимания, где ты находишься, вообще ты кому-то нужен, осознание себя на рынке. Расскажи нам про осознание, вот когда вы попали, может быть впервые? Ну первый раз, это было 15-го, это была Болония, это было, мы с группой поехали, мы повезли наш первый этот комод, который стоит за вами. Все так посмотрели на комод? И фидбэк был очень хороший, то есть всем понравилось, не просто понравилось, в Милане хотели его купить, поставить в салон, но мы были к этому не готовы. А у нас был как бы прайс, но мы не знали, сколько стоит логистика, у нас не было борцов, то есть мы были очень сырые. Второй раз мы поехали в Вентховене, Вентховен тоже с группой, но групповые участия это не мое, потому что это больше для пиара, пиар мне не интересен. Ну то есть на том этапе мне он уже был неинтересен, я пыталась продавать, но это было сложновато, потому что не заточена была как бы вся команда под это. А потом мы поехали уже сами, самостоятельно в Стокгольм, и собственно это и сработало, потому что там были только мы и мои ребята, которые только делали, что продавали, и фидбэк был очень хороший. В Стокгольме у нас ВОК, зашел к нам журналист из ВОКа, ну мы же не знали, что он журналист из ВОКа, ну пришел мальчик на каблуках, ну мало ли кто ходит на каблуках, но вот таких вольме, да. И ну и поговорили, в общем и потом выходит репортаж этого американского ВОГа о том, что мы вошли в 10 хедлайнеров интерьерного рынка, ну нифига себе. А все журналы, потом была одна статья о в Стокгольме, типа такая, что мы знаем о украинском дизайне, мы ничего не знаем о украинском дизайне, но мы теперь появилась файна, мы хотим больше файна, это практически дословно. То есть они были очень, но это не значит, что все к нам пришли и сказали, ой, мы ему да-да-да, давайте заказываем. То есть у нас есть ряд техник, как мы это делаем, то есть мы работаем не только на выставке, мы работаем еще и как бы назначаем встречи заранее, то есть мы как бы целая команда и работаем тут, там, там, то есть мы как бы параллельно, одновременно делаем много сразу задач, и поэтому мы в каждой стране, где мы были, не благодаря выставке, а благодаря нашему присутствию усилия, мы получаем сразу же дилеров, как правило, нескольких. Где вы сегодня, в каких странах вы продаете? В Швеции, в Англии, в Милане, ну, в Италии, в Швейцарии и в Америке. Сегодня мебель приносит деньги или нет? Как отдельное направление, если бы мы ее взяли. Да, наконец-то она приносит деньги, у нас уже появился штат, у нас уже появился директор, у нас появился, ну, то есть уже как бы сформирована команда. Спустя сколько лет получается? Четыре года. То есть через четыре года пошли деньги, когда можно выдохнуть и теперь сказать, файна, варись сама, да, как бы за свой. Да, но в принципе, если бы я первые два года не тормозила, да, поняла, что это мой путь, ну, тоже возможен, то это было бы быстрее на два года. Озвучь, пожалуйста, стоимость просто, ну, средних ценовой позиции на какие-то изделия. Ну, у нас есть два прайса, есть украинский прайс, а есть европейский. Европейский дороже. Давай украинский. Украинский. Ну, там стул, например, тысяч десять гривен. Четыреста долларов стул. Вот сито, по-моему, тысяч двенадцать гривен. Какое крутое, кстати, сито, я обратила внимание. То есть, по меркам Украины этот наш продукт дорогой, по меркам Украины. По меркам Европы? По меркам Европы нет. Но тут нужно понимать, что, если говорить про украинские мерки, то, как правило, вопрос качественного дизайна, ну, на сегодняшний день его еще нет, то есть он еще только начинается. В принципе, я вообще, как бы считаю, что там, кроме меня еще пару человек, особо-то дизайна именно предметного нет. Все остальное, это только лишь попытки. Смотри, вот есть дилеры, которые продают мебель. Да. Есть, ну, ну, поставщик этой мебели. Да. Сколько поставщик дилеру отдает денег? Зависит, ну, опять же, если мы говорим про Украину или про... Ну, вот, нет, вот про Европу, про за границу, да. 40 процентов. То есть они имеют... От 40 до 50. То есть ты им говоришь, по какому прайсу продавать, Нет, я им не говорю, они сами говорят. Есть рекомендованная цена, но это не значит вообще ничего. Это значит, что они делают так, как им выгодно. То есть, когда они продают, грубо говоря, по рекомендованной цене, то половина денег примерно остается им, правильно? То есть, когда они продают, например, там за 400 долларов стул, то они себе 200 забирают, да? Нет, они не забирают, потому что в их проценты входит еще и логистика на них, на свой счет доставляют. Логистика, там растаможка, все эти штуки. Да уже там кто как сможет. А когда мы заказываем мебель из Италии, то такая же история, да? Та же самая скилла. Там мой кабинет. Твой кабинет с прозрачными дверями. То есть ты ни от кого ничего не скрываешь. Да, ни от кого ничего не скрываю. Ну, собственно, мой стол. Да, вот я хотела вот этот твой стол, конечно, это камень, да? Ты говорила мне, ты вообще, посмотрите, какой класс вообще. Не загораживай, пожалуйста, попой людям. Камень. Мне стульчик из войлока понравился. Вот. Да, это же топтун. Да, это топтун. Я тоже, я все это изучала. Классный очень стульчик, но стол вообще бомбический. Ну, стол, это же опять вот тема несовместимости и тема пещерного минимализма. Кстати, вот эти вот стенки, они, кажется, может быть, простыми, но мы их сделали только с 5 попытки, потому что каждая бригада приходила и говорила, что мы не можем этого делать. А что это вообще? Это кирпич. Кирпич? Это просто кирпич, это таким образом сделать тектоника, то есть такая кладка сделана, но мы думали, что мы сэкономим таким решением, но не получилось, мы потратили много больше, а потом, когда уже менять решение, мы просто не смогли, то есть даже себе мы не смогли сэкономить во многих моментах. Это вот наш новый диванчик, его еще никто нигде не показывал, не видел. Мы даже им еще назвали, не придумали. Он мягенький такой, но диванчики у вас очень удобные. Грибочки, топтун, то есть все как бы... Слушай, я вижу у тебя тут мощные какие-то динамики стоят. Ну везде у меня, да, мультирум, ну конечно, я вообще без музыки не могу. А это диванчик Фрейда, вот. Такой. Ну у меня, значит, я твой диванчик использую... Сейчас мы будем сеанс проводить. Я диванчик твой использую по назначению вообще, потому что я снимаю обувь, и вот так вот ножки на его спинке забрасываю, и мне так прямо нравится. Иногда сотрудники так заходят, когда я смотрю сериальчик, я говорю, я занята. Так, эта зона у нас дальше идут, наша зона Файна, идут наши... Ага, тут мебель, да? Да, здесь вот, это Рима, директор Файна, это наша Ирочка, бухгалтер. Здравствуйте. Это вот наша Алена, самый главный продажник Файна. Ну вот это их, тут вся территория. Такая вот штука у нас. Это, вот смотри, это тоже ваши предметы, правда? Да, это курибка. Курибка? Курибка, птичка есть такая. О боже, ее можно как-то поднять? Она красивая, смотри как. Нам нравится у вас. Что сейчас происходит? Вообще сейчас, какие следующие идеи, ну, Файна у тебя развиваются? Да. Сейчас, чем вы заняты? Что основное сейчас для тебя является интересным? Ну вот, тут же еще, кстати, момент с Файной, совсем тут еще такой момент, когда ты занимаешься чем-то одним, ну вот там интерьерами, да, или архитектурой, достаточно долго. Ну вот, бывает такое, приходит интерьер, который уже очень для меня. Ну вот, там недавно мы квартиру сделали, я села, ну мы ее сделали за два дня. Ну то есть, уже все, ты уже все знаешь. И момент интереса важен, поэтому Файна, это вот, когда было сложно, это было интересно. Сейчас вот, мне интересно открыть у нас там пространство, в Сесвит мы его называем, я в Сесвит, где мы будем, уже договорились, привозить всяких разных, интересных, то есть, откровенно говоря, по моему мнению, да, траблы со стилем, вообще, как бы, с фотосъемками, вот, и мы будем стилистов привозить из Америки, мастер-классы проводить, вот, из Дании, ну и так далее. то есть, все, что связано с фэшеном, все, что связано с интерьерами, с фото. ты хочешь развивать культуру в Украине? Ну, как хочу, я не знаю, насколько там, нет, не настолько прям развивать. журнал, например, какой-то там, салон, или как-то они там называются. Дело в том, что вопрос, интерьерные журналы, они сейчас переживают не очень хорошую историю. Журналы вообще переживают плохую историю, но когда ты их открываешь, тебе никогда не хочется креститься, от того, что ты видишь. Я, когда мои соседи, некоторые, открывают двери, я прохожу мимо и вижу зеркальные потолки, вот, то я хочу... Многоуровневые. многоуровневые, вот, то я хочу креститься, и когда они иногда... Слава богу, в моей жизни так точно. Когда я в ресторанах обычно это бывает, листаю журналы, да, и вообще вижу этот дизайн, такой, ну, 90-е здрасте, да, когда вот к нам все пришло и нам хотелось побольше. И это все равно активно продвигается. Я живу в Новопечерских Липках, и там, значит, в журналах тоже сдаются квартиры, и зачастую ты смотришь, конечно, привет, прошлое. Ну, то есть, и это активно пропагандируется, рекламируются эти дизайнеры, и ты сказала, о съемках очень часто реально такие, ну, очень, ну, не дизайнерские съемки. У тебя есть какая-то такое... Ну, я, в принципе, этим постоянно занимаюсь, потому что у меня же есть обучение с Коби, я раз в году, когда у меня есть желание, провожу интерьерные курсы. Так, а ну, расскажи, то есть ты обучаешь, когда это началось, и почему? Это боль с души или желание денег? Это... Это два фактора. Да, хорошо. Глю в корень. Потому что, действительно, ну, мне уже реально задолбалось, сигарета, демпинг или еще о чем-то, ну, какой может быть демпинг, то есть тут надо образовать клиентов, что как можно сравнивать это с этим, ну, это же совершенно колхоз, ну, то есть откровенно, и люди это не видят, люди к дизайнерам относятся как к услугам, но это как бы относительная штука, услуга, то есть дизайнер правильно должен формировать пространство, формировать вкус, формировать, то есть, а не просто следовать, да, поставить как-то красивенько, в кавычках, это может быть, и это мне, конечно, очень сильно так не нравилось, и была первая причина именно это, и у меня была из Куби, это было где-то тоже года три, наверное, назад, и вот последнее, и ко мне уже это с Казахстана приезжают, с Москвы приезжали, с Белоруссии приезжали, то есть с разных городов, городов приезжали, а городов, то понятно, то есть сразу все. Ты сделала клич, да, я хочу вас научить чему? Интерьером, то есть, ну, это ты должен уже знать программы технические, все остальное, то есть я обучаю именно своему опыту, то есть я передаю свой опыт. А обучаешь ли ты моментом продаж, например? Ну, как общаться с клиентом, как эти интерьеры ему подавать, как делать так, чтобы клиент это принимал, потому что многие, я когда впервые встретилась, например, с Леной Петреску, со своим дизайнером, и когда она начала мне показывать картинки, это было 5 лет назад, по-моему, да, я такая, типа, в смысле, я же хочу, ну, я как-то представляла себе то, о чем ты сказала, да, я сейчас тебе покажу, и ты сложишь, как бы, кубики. И я до многих очень вещей доросла спустя несколько лет. Это нормально. Когда прошли годы, и я посмотрела и думаю, как хорошо, что я тогда, ну, последовала, да, как бы, тому, что мне сказали сделать, а не тому, что мне хотела сделать я. Вот момент, есть ли такой формат обучения, чтобы вести дизайнера еще как это подавать своему клиенту? Ну, они приходят все со своими, то есть, обязательное условие, это не только теория, они у всех свой проект, реальный, абсолютно настоящий. И мы шаг за шагом, то есть, там, 12 лекций, мы делаем их проект, ну, они делают, а я их консультирую, и мы это дело обсуждаем. То есть, выносятся все вопросы, все сложности, все моменты, которые их вынесли, то есть, они на своем опыте понимают, как им решить ту или иную задачу. И 80% всех студентов, они становятся не просто успешными, почти все открывают свою студию, кто-то уже, там, звезды, там, в Москве, Оксана, на перепланировках, везде, то есть, они очень успешны. Это за нафайны, это диван, это наши, это ваши такие, да, проспекты? Слушай, сколько обходятся каталоги такие? Ну, где-то гривен 350, младен. Это крышечка. Стесняюсь спросить. Это крышечка от... Хорошо, что я сегодня заплелась. А я нет. Мне кажется... Вот так, я думаю, вот так вот. Это крышка от Бугая, это наша вазочка. Сейчас оставшуюся часть... Мне вот это движение всегда хотелось сделать, но не о чем было. Так, а это вы тоже, да, производите? Да, это стриха, это люстра, мы, кстати, ее вот как раз в Америку, в Швецию, а ее как бы основа круто заключается в ее несовершенствии, ну как бы, то есть мы ее делаем изначально нормально, а потом она приобретает ту форму, в принципе, она же называется «файная, лайф, украинская, живой, украинский дизайн», то есть он и есть живой. То есть она не должна быть идеальной, да, она ее чуть-чуть ведет? Она себя ведет так, как она хочет, или она себя ведет так, вообще, как бы, это вся женская тема, она себя ведет так, как хочет, что делать не можешь. Это точно. Не, ну очень классно, он такой вообще уют добавляет, конечно, сумасшедший. Потому что здорово, сколько времени у тебя ушло на вот эту всю красоту? Спроектировать, создать, здесь, ну, наверное, месяца четыре. А ремонт там, это с ремонтом? Нет, создаем мы для себя быстро, мы же не вычерчиваем там так детально чертежи. Это ремонт вместе с ремонтом. То есть четыре месяца тебе понадобилось, чтобы это все... Да, но мы потом немножко еще подтягивали какие-то там детали. Ну, это естественно, да. А еще расскажи, пожалуйста, про вот эту всю красоту все-таки. С чего вы вдруг начали теперь вот эти все... Это глина, что это такое? Да, это глина, это куманцы, это же вот этническая, есть такой народный, как бы посуда куманцы, Да, это я видела. То есть, ну, ты решила и такую посуду производить начать. Ну, у нас много декора, у нас очень хорошо идет декор. Ну, очень стильно смотрится, правда? Да, то есть это же, опять же, та же самая история. То есть мы берем украинскую традицию, ее очень-очень осовремениваем, потому что просто традиция, это хорошо, но чтобы она жила дальше, мне кажется, ее нужно как бы упаковывать, как вы говорите. Да, именно так мы говорим, ну, слушай, ну, а в туалет мы можем заглянуть? Конечно. Там тоже как-то стильненько. Кухня, у нас кухня очень красивая. Да. А, кухня? Кухня. Кухня. Мне уже стало интересно. Вот кухня, да. Слушай, Класс, какая кухня, посмотри, идеальная для хозяйки, это мечта. Да, здесь все, да, ничего не видно. Да, у нас такая тема, у нас все прячется за теми неживейками, можно открыть, это... Как? Ну, если нежнее, то это вот так. Ага, вот так. А, о, бой. О, ха-ха! Ну, ага. Холодильники здесь. Прикольно, очень классно, да. То есть все встроено. Сантуалет совсем такой же. Вот это вот у Мойка, очень такая фирменная, из нержавейки. Это, кстати, камень. Ага, классно. Это камень, мы его таким образом обработали, и тут тоже мальчик мучился, полировал его. Зеркало, душ. Слушай, расскажи, пожалуйста, о проекте, который вот вы недавно проводили, да, Федерив Хаб. А, да. Расскажи, пожалуйста, что это было, что это было, вот, для кого это было, как это прошло. Это все, в принципе, все из того же желания, как бы, мы же постоянно ездим по всему миру, и постоянно мы общаемся, и на нас очень круто реагируют, очень круто. То есть, и все говорят, блин, и нас ни с кем не могут сравнить, и все говорят, на что похоже, они на что не похожи, и они, вот, то есть, ну, мы как бы не сравнимы ни с кем. Вот, понимаете, да, то есть, все привели к там кровному, там, ну, то есть, у всех есть какой-то стиль, а нашего, как бы, дизайна, именно, аутентичного, его нет, его, в принципе, не существует. И когда ты вот что-то выходишь, конечно же, ты уникальный, потому что нет вообще, тебе конкурентов нет, и поэтому на тебя смотрят, как на что-то другое, и ты очень интересен всем. Да, но бывает так, что ты настолько уникален, что нет не только конкурентов, но и покупателей. Ну, нам, значит, повезло. То есть, конкурентов нет, а покупатели есть, да? Нет, ну, не то, что нам повезло, просто тут вопрос в том, что если ты все равно это все оформляешь в стильность, потому что все вот это, да, то есть, в принципе, не особо считывается, тут же нет крестика, вышивки, еще чего-то, то есть, это все очень стильно, продукт был вписываемый в любой интерьер, и он вписываемый. Расскажи про мероприятия. Вот, и, и, видя все это, я понимала, что было бы круто, чтобы к нам изменилось отношение в целом, как к Украине, и поэтому я захотела их всех сюда пригласить, всех это топовых дизайнеров, чтобы они вдохновились, и впоследствии, ну, то есть, если смотреть с точки зрения идеи, впоследствии, это будет помогать всем, Украине, как повышать свой статус, ремесленникам или нам, нам верить больше в себя, нам, как Файни, улучшать свой имидж, то есть, как бы, это на всех, ну, я вижу во всех смыслах одни плюсы, то есть, вообще, супер круто, все выигрывают. Ты их пригласила, а вы им оплачивали перелеты, проживание? Мы первый раз решили все сделать, как бы, за счет, там, спонсоров, но, и, чтобы это было бесплатно. А спонсоры подтянулись под это дело? Да. Да, то есть, просто мне интересно тоже, как, насколько это... На самом деле, все говорили, очень крупные бренды, там, и боржоми, и банки, говорили, очень круто, ну, типа, конец года, извините, мы заранее планируем бюджеты, и так далее, и так далее, и кому я не обращалась, ну, я говорила, слушай, ну, это такая идея, там, все сказали, что супер круто, но, как бы, денег нет, ну, ты пододержись. Да, да. Ну, в итоге, благодаря Агромату, вот, он меня очень сильно поддержал, все у нас получилось, ну, конечно, и я тоже участвовала в всем этом, и мы очень крутую штуку сделали, приехал Роберто, который, все они, кстати, приехали тоже благодаря Файне. Роберто, это, Роберто Бачокки, он делает Prado, Миу-Миу, причем делает он и архитектуру, по всему миру уже 40 лет, и архитектуру, и интерьер, и предметный дизайн. А остальные вот шведки, например, приехали тоже, они так и сказали, что мы приехали, потому что у нас в Швеции Файна очень популярна, и мы прям хотели понять, что же у вас тут такого. Слушай, какую-то рекламу ты тратишь деньги? Ну, вот, хотим запустить контекстную. Слушай, мне вот, мне интересно два вопроса, то есть, им понравилось, вот, момент, все-таки, то, что им понравилось, здесь понятно, организация все им понравилась, а момент того, что, ну, все-таки с Украиной последние годы, да, связано, ну, то есть, у людей паника, к нам гораздо меньше стало туристов приезжать, потому что у нас непонятка, у них было такое, что они сказали, блин, ребята, так у вас оказывается все классно? Не просто, у них, мы думали, вы тут с пулеметами ходите? Когда Роберто приехал на первую это все говорить, то есть, это хутор, где живет 30 человек, там нету, не то, что магазина, там даже киоска нету, вообще ничего нету. Они понимали, они, им это трэш, как раз и хотелось, и он такой посмотрел, говорит, слушайте, у вас тут классно, вы, говорит, не цените, ну, то есть, вот это, то, что все по-настоящему, ну, много еще чего другого говорил, он, например, вот эти вот умывальники, где, ну, такой, там, глина летил, потом такой, говорит, где руки помыть, мы такие туда, он такой подходит, а что делать? типа, да, такой, ну, вот, он такой, поднимает, гениально, говорит, где такое можно купить? Да, ну, такое много было моментов, конечно, они в полном восторге, и они, все их друзья, то есть, начали написать, то есть, теперь все их друзья хотят тоже, все знакомые дизайнеры, все, кто на них подписан, то есть, мы, как бы, очень неплохо продвинули. Скажи мне, а как вас приняли люди, которых вы же привезли, с целью, в том числе, наших людей подкачать, да, познакомить их, как реагировали вот эти наши люди? Они шли активно, или они смотрели, как очень часто бывает, что, ну-ну-ну, ну, что вы там делаете, я в сторонке постою? Наши люди, скорее, на две категории разделись, некоторые говорили, вау, как круто, а некоторые говорили, и что? Ну, или вот там был вопрос из зала, такой, ну, вот вы приехали, что дальше? подготовленный журналистский вопрос такой, профессиональный. То есть, это чисто такая ментальность украинская, что все должно быть быстро, вот по щучьему велению, то есть, ты сделал вот столечко, да, а ты уже хочешь сразу, и какая-то вера в чудеса. Мне после выставок часто спрашивают, типа, сколько продаж сделано? то есть, сколько вложил, сколько сделал, прям сразу же. То есть, люди почему-то думают, что они могут сделать что-то вот такое, и сразу он будет мега-мега популярен. Никто не верит в то, что за всем этим стоит вот такая громадная пахота, куча всего. Все видят только верхушку айсберга, да? все вот это видят, и все думают, что это вот как-то достается по-другому. Вот эта вот ментальность наша, что мы сами в себя не верим, сами, меншевартость, вот эта вот, которую я хочу искоренить, в том числе, хотя бы дать возможность, что, ребята, если к нам приехали такие чуваки, они же приехали, они потратили нас почти неделю, это очень много. Я им за это не заплатила, им никто не заплатил. Они приехали, потому что им это интересно. Это значит, что им интересно, а нам самим не интересно. Ну, то есть, как бы, были люди, которые поняли всю значимость, но мне кажется, что еще немножко преждевременно народ не весь был готов, по моим ощущениям. Слушай, а вот есть какой-то рецепт, ну, вот ты понимаешь, например, почему, ну, вот смотри, есть архитект, ну, институт, который каждый год выпускает сотни там архитекторов, да, из них успешными становятся единицы. А вот в чем ты считаешь твой рецепт успеха, почему ты стала, ну, дорогой, известный, хорошо зарабатываешь, а 99% твоих совкурсников, которые сидят там в каких-то бюро, рисуют там какой-то, ну, за копейки что-то там рисуют, делают какую-то механическую работу, рассчитывают, может быть, узлы какие-то. Ну, во-первых, я считаю, что мне еще много почему стоит поучиться, еще расти и расти. Это так, если что. Ну, тем не менее, тем не менее, вот то, что мы видим. Ну, я думаю, что тут, наверное, исключительно вопрос внутренний. это никак не связано с образованием. Это связано с большим желанием жить хорошо. Прежде всего, хочется денег, первое. Нет. Ну, то есть, ты идешь на деньги. уровень определенного хочется комфорта и ты уже не хочешь по-другому, вот совсем не хочешь. Ты к этому шоу хочется творчества и сейчас, наверное, хочется влиять. Я просто сейчас провожу все время параллели и очень видно разницу между, в основном, тем, кто приходит к нам в шоу как участник и между тем, кого мы снимаем в спецвыпусках, то есть уже компании, которые мы показываем, которые как бы состоялись. И везде есть, вот это очень четкая разница, потому что те приходят и им все время непонятно, как клиенту, как влиять на клиента, да, как это свое выражать, как это иметь что-то свое. Они сосредоточены больше на том, чтобы заработать деньги какие-то, которых хватает на хлеб и они опять заканчиваются. И есть старые люди, для которых очень важно влиять на рынок после себя. Тут же есть что? И эго свое, правильно? Желание выразить. И момент того, что действительно хочется что-то в этом мире поменять. То есть очень, ну ты сказала, вот действительно в 2014 году кто-то шел варить борщ, да, там, ну каждый по-разному. Кто-то шел бросать консервы в голову. Ну к чему это все, да, приводит? Вот эти вот выражения и рождения, когда мы в какие-то кризисные времена, у нас есть порыв души каким-то образом проявиться, ну это же очень круто. посмотри, она как родила большое количество детей, таких деток, которые сейчас по миру, ну это же круто, так же и есть. так и есть. Во что инвестировать деньги? В себя. В свое образование, в свое обучение, в свои навыки, в себя. А скажи, пожалуйста, мы затронули немного твое обучение, а когда оно у тебя проходит, как за этим можно следить, если, например, люди хотят к тебе приехать? Ну, я еще не знаю, потому что это происходит раз в году, и я пока не решила, когда это будет в следующий раз. В принципе, можно подписаться просто на наши социальные сети, и мы обязательно объявим. Вот, обязательно. Я оставляю ссылочки внизу, обязательно подпишитесь на Вику, на Файну, я думаю, вам будет это интересно, и те, кто хотят поучиться, это будет очень классно. Я хочу тебя попросить сделать какой-то подарок, людям, которые посмотрели этот выпуск, и которые, возможно, имеют классные вопросы, и ты захочешь на них ответить. Сделаем такое? Конечно. Тогда, друзья, значит, мы какой, давай начнем подарок, что можем подарить? Мы подарим им нашу вазу-курибку. Вазу-курибку, я уже вижу Алену, которая об этом расскажет. Да. Нам, сейчас мы расскажем вам об этой вазе, ваша задача написать после просмотра этого выпуска, во-первых, свои эмоции, ощущения, как вам вообще все это, то, что вы услышали, потому что это на самом деле очень круто. И задайте, пожалуйста, классные какие-то интересные вопросы, потому что, если вы смотрели внимательно, то наверняка есть что-то, что вам было интересно. Вика на все ответит. Постараюсь на все ответить. Постараюсь на все ответить. Он точно выберет один, кому мы подарим нашу курибку. И сейчас мы попросим Алену рассказать, что это такое. Здравствуйте. Это наша курибка. Почему курибка? Потому что это птичка, которая живет в поле, которая очень быстро бегает, поэтому у этой вазы так много ножек. Она фетровая, подходит для сухоцветов, то есть идеальная. Помимо этого, у нас есть еще много других ваз, и хочу сказать, что наши вазы очень популярны в мире. Вот, например, вазы Бандура, которые вы видите здесь из керамики, их выбрал сам Роберто Бачокки для выставки 1000 ваз. Он выбрал 1000 ваз со всего мира. С Бразилии, с Америки, с Ирландии, с Исландии, то есть и наши вазы из Украины. Вот, эти Бандура были вот как раз в этом году в Париже. Они представляли Украину на выставке 1000 ваз в рамках Париж Design Week. Также у нас есть вазы Куманцы, которые мы еще не представили, но обязательно пригласим вас на встречу и Тримбиты, и вот непосредственно наша Курибка. Так что вы можете стать ее обладателем. Счастливым. Ну, что я вам скажу, друзья, после знакомства с Викой я полюбила эту мебель еще больше. Вот, мне кажется, что абсолютно я права в том, когда говорю, что мы совершенно по-другому начинаем относиться к компании, к бренду, к продукту, когда знакомимся с теми людьми, которые это придумали, которые это создают, которые несут это в массу. Классно, что она такая, классно, что она такая хохотушка, зажигательная, замечательная, и при этом творит большие, великие дела. В общем, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и кто-то из вас обязательно напишет классный комментарий и выиграет эту чудесную вазочку, которую я пока что поставила в свой кабинет. Не забывайте, что мы очень ждем ваших комментариев, ваших лайков, конечно же, ваших подписок. Кстати, можете нас уже поздравлять, наконец-то, 40 тысяч наши первые пройдены, и мы надеемся, что дальше мы будем расти гораздо быстрее. У нас для вас много сюрпризов и новые герои. Кстати, если вы хотите стать участником нашего шоу, не забывайте о том, что вы можете заполнить анкету, которая находится внизу под видео, и уже в одном из выпусков прийти к нам. Ну, а я пошла продолжать нашу работу, потому что у нас сейчас ее очень много в преддверии Нового года, и все для того, чтобы вас порадовать, ну и помочь заработать больше денег нашим участникам. Так что, до скорой встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok